Как сказала Ольга Юрьевна, ссылаясь на рекомендации СФГАН 2014 года по воспалительным заболеваниям кишечника, энтеральное питание является основой лечения болезни крона у детей и подростков. Оно также эффективно, как и традиционно используемые лекарственные средства, я имею в виду кортикостероиды, препараты, но не вызывают тех многочисленных побочных эффектов, связанных с использованием стероидов и иммуносупрессоров. Одним из показателей, одним из критериев болезни крона является задержка роста. Использование продуктов питания позволяет предотвратить развитие тяжелых нутритивных дефицитов и устраняет нарушения роста и полового развития у детей. Таким продуктом является модулен IBD. Модулен IBD – это полимерная смесь. Показанием к ее назначению является лечебное питание больных с воспалительными заболеваниями толстого кишечника, болезнь крона, неспецифический язвенный колит. Он может использоваться как единственный источник питания у больных, так и дополнительное питание в период ремиссии. Обращаю ваше внимание, что продукт может быть использован у детей старше 5 лет. Продукт модулен IBD достаточно давно на рынке. Он используется более 20 лет. Использован во многих клинических испытаниях. И достаточно безопасен и эффективен, что показал на протяжении многих лет использования. Немножечко по составу. Основные нутриенты. Белковый компонент, как я уже сказала, это полимерная смесь, представленная 100% казеином. Общий белок составляет 14% от общей энергетической ценности. И общее количество его 3,6 грамм на 100 миллилитров готовой смеси. В состав белкового компонента входит упоминаемый уже трансформирующий фактор роста B2. Я немножко ниже остановлюсь на этом. Жировой компонент. 42% представлены общей энергетической ценности. Общее количество 4,7 грамма на 100 миллилитров готовой смеси. Я обращаю Ваше внимание на то, что 25% жиров представлены среднецепочечными триглицеридами. Это легкий источник энергии. Среднецепочечные триглицериды, хочу напомнить, всасываются из кишечника без участия панкреатической липазы и без участия ферментов щёточной каймы. Углеводный компонент представлен полимером глюкозы. 44% от общей энергетической ценности и 11 граммов 100 миллилитров готовой смеси. В чём уникальность продукта модулина IBD? Это не просто полимерная смесь. Смесь обладает также лечебным эффектом благодаря наличию трансформирующего фактора роста. Это полимер, белок, который содержится в казиновой фракции именно нативного грудного молока или коровьего молока. То есть это не искусственно добавленный ингредиент. Полипептид, чуть-чуть подробнее здесь написано, трансформирующий фактор роста способен моделировать процессы воспаления в кишечниках, уменьшает эпителиальное воспаление и стимулирует процессы репарации тканей. Способ выпуска и дозировка. Выпускается в жестяных банках 400 граммов. Внутри каждой банки имеется мерная ложечка с ёмкостью 8,3 грамма. Из одной банки 400 граммов сухого порошка получается 2 литра готовой смеси. Смесь не имеет вкуса, то есть она с нейтральным вкусом. Дозировка зависит от возраста, веса и клинического состояния пациента. Эта смесь может быть приготовлена в нескольких вариантах. То есть она может быть как изокалорической, где 1 килокалория в 1 миллилитре содержится при стандартном разведении на 210 миллилитров охлажденной кипяченой воды 6 мерных ложек. Также можно приготовить, если есть на то показания, гиперкалорическую смесь, которая будет содержать 1,5 килокалории в 1 миллилитре. Для этого необходимо будет добавить 9 мерных ложек на 210 миллилитров охлажденной воды. Длительность использования. Ольга Юрьевна уже говорила о том, что рекомендуется исключительно энтеральное питание. Полимерная смесь на протяжении 8 недель рекомендует в остром периоде. Минимальный срок недели использования позже при расширении диеты можно оставить смесь для поддержания ремиссии в качестве нутритивной поддержки в виде 1-2 стаканов в день. Способ хранения. Открытую банку, обращаю ваше внимание, можно хранить не более 4 недель в сухом, защищенном от цвета месте, но не в холодильнике. И несмотря на то, что смесь лечебная, есть одно противопоказание у этой смеси. Это возраст ребенка меньше 5 лет, а также аллергия к белкам коровьего молока. Что делать, если, допустим, сложилась такая ситуация, что имеется и болезнь крона, и так повезло еще и аллергия к белкам коровьего молока, или синдром малябсорбции. В этой ситуации компания Nestlé Health Science представляет продукты линейки пептомен. На рынке Украины представлено 2 смеси пептомен. Пептомен АФ – это жидкая формула с нейтральным вкусом. Обращаю ваше внимание на уникальность этой смеси. Это полуэлементная смесь, где белок представлен гидролизатом сывороточных белков. Это гипернитритивная, с очень высоким содержанием белка, 9,4 грамма в 100 миллилитрах готовой смеси. Гиперклорическая смесь, 1,5 килокалории в 1 миллилитре. Она безлактозная, с относительно невысокой осмолярностью, 380 миллилитров в 1 литре. Смесь предназначена для детей старше 3 лет. И смесь пептомен в сухом виде – это также полуэлементная смесь, уже с ванильным вкусом, то есть она предпочтительна и для орального применения. В основе гидролизированный белок, эта смесь содержит 3,6 грамма белка в 100 миллилитрах, изокалорийно, обращая внимание на высокое содержание среднецепочных 3 глицерида в 70% от общего жирового компонента. Смесь безлактозна, осмолярность ее ниже, чем у пептомена АФ. Она может использоваться как единственный источник питания, как через назогастральный зонт, либо через транскутанную гастростому, так и перорально, благодаря своим хорошим вкусовым качествам. Обращаю ваше внимание, использование этой смеси рекомендовано у детей старше 10 лет. Спасибо за внимание. Продолжение следует...